Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишите о том, что вас Мария все раздражает, злость на молодого человека, на родителей, на всех, не хочется просыпаться по утрам, не приходит непримечательно, ты живешь дома. Я бы рекомендовал вам для начала обратиться к врачу, потому что вполне может быть, что у вас имеет место быть физиологические основания для такого состояния. Это первое. Если физиология есть, если физиология присутствует, то ее имеет смысл корректировать именно медикоцентозно. Психотерапия в данном случае не будет столь эффективна и болеет. Вот. Это первое. На что хочется обратить вашу внимание? Второе. Второе внимание. Чтобы ответить вам. На вопрос. По поводу того. Допустим. Как справиться с злостью и обидой, например. Вот. Имеет смысл сделать следующее. Просмотреть. Что такое злость и обид? Что такое злость и обид? Злость. Это чувство, когда кто-то другой, другой человек, например, подходит к нам психологически слишком близко. Вот. 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 В такой ситуации, вот. При таком подходе мы чувствуем, собственно говоря, разлость, вот. Когда другой человек слишком близко к нам не подходит. Вот. если при этом мы никак человеку не доносим того, что он так сделал, если мы никак не объясняем человеку, что с нами так поступать нельзя, то это чувство обращается внутрь нас и начинает нас отравлять. Вот. Как, как, впрочем, и любое другое чувство. Вот. Обида. Это такое чувство, когда мы чего-то ждём от других людей. Вот. Потому что нам чего-то хочется. Но сами мы не делаем что-то более-менее важное для того, чтобы стать ближе к тому, к примеру. чего мы хотим. То есть если мы хотим, например, внимания к себе, если мы хотим быть более значимыми, значимыми, то ответственность за это лежит на нас. И нам нужно что-то для этого делать. Но мы можем для этого не делать ничего, а просто ждать, когда. Кто-то сделает за нас. Вот. И когда этого не происходит, мы начинаем обижаться. Вот. Мы начинаем обижаться. Начинаем обижаться. Вот. И, соответственно, погружаемся в это всё глубже и глубже. Хочется обратить ваше внимание на тот факт, что вы как будто очень сильно себя подавили. То есть вы говорите постоянно сижу дома и так далее. То есть вы говорите постоянно сижу дома и так далее. Есть ли что-то такое, что вам интересно. Вот. И от этого уже сталкиваться в своей модели поведения. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...